Каждая группа по-своему интересна. Все очень разнообразно, это самое главное. Вы всегда приносите драйв. Вы прямо зажигаете. У вас есть соперники? Ну конечно, у меня соперник только ветер. Я не знаю, какие мы же не в футбол играли. Как вы считаете, за 10 лет как изменились премии? Ну, она очень сильно изменились, потому что премия начиналась как такая домашняя, очень такая товарищеская. Отчасти даже, ну может быть в кавычках игра. От одной радиостанции, которая решила сделать такую премию и выдавать чугун как бы своим ребятам. Но, к счастью, все превратилось в довольно серьезное время, в довольно серьезное событие, которое мы ждем. И это очень хорошо. Вообще, не всегда большие вещи начинаются с самого начала. Последний вопрос, если можно. Скажите, что для вас приоритет все-таки на шефе или частного дюйма? Довольно трудно. Я думаю, что все-таки нужно, я думаю, что все-таки нужно спрашивать этих молодых ребят, что ли они приоритет на шефе или чёртова дюйма. Ну это же разная совершенно стерчатка, потому что мы с вами прекрасно знаем, что это премия. И музыканты являются здесь, конечно же, прекрасным обрамлением и самой премией. Но, на мой взгляд, важна сама премия. Те люди, те группы, которых награждают или не награждают, это важно. Ну, то есть, вот так выглядит любая премия. Музыкальная, кинетографическая, театральная, какая угодно премия. Ну, предположим, премия в области искусства. А рок-фестиваль, это рок-фестиваль, это веселое, беззаботное времяпрепровождение. Это здорово, хорошо. Вот и все. Поэтому я бы не стал сравнивать одно с другим. Это две вещицы, но обе такие. Да, пожалуйста. Ну что, пойду я. Давай, Володя. Это сын, Володя, сын Анатолия Крупнова. Он дипломат, между прочим, дорогие друзья. Он работал в Италии. И вот он скажет вам сейчас несколько слов, задавайте девушке вопросы. Нет, конечно, я это не сделаю даже для отца. Расскажите о ваших ощущениях. Ну, ощущения невероятные. В первую очередь, поскольку это касательно отца, это подтверждение того, что мой папа и друг Игоря Ивановича делал действительно что-то стоящее в своей жизни. Вот за что был, собственно, граждан быть данной наградой. Поэтому больше не меньше. А само ощущение от мероприятия? Очень празднично, людно, очень тепло при этом. А сами вы занимаетесь музыкой? Нет, сам нет, к сожалению, нет. Ну, единственное, караоке иногда бывает. Молодец! Молодец! Что поете в караоке? Фрэнк Синатор. Отличный вкус, да. А репертуар отца знаете? Честно говоря, больше, наверное, Игоря Ивановича. Репертуар? Нет, конечно, отца знаю, да. Помню иногда бывает даже, что поем караоке, но... В том числе и Игоря Ивановича. Да, спасибо. Спасибо вам. А не было желания пойти в зал и послушать именно как зритель, кто выступает в этом бою? Очень большое было желание, и, к сожалению, у нас не получилось. Ну, в зале мама. В зале мама, да. В зале мама, да. Ну, в том числе и в плане музыки мне нравится там вот и до. Это может быть Моточекрю, может быть Рамштейн, может быть какая-нибудь попса, типа ранний Бридни Скирс. тоже отлично а по мнению о вручении вы не волновались? конечно, не волноваться, сколько народ, честно говоря я впервые на эту жизнь выступал перед таким массовой аудиторией а почему вы сейчас дали премию? ну это не ко мне вопрос ну как вам кажется это актуально до сих пор? почему именно сейчас? 20 дней нет человек чем актуально сегодня? на мой взгляд, если вы знакомы с музыкой конечно, мне хочется ваш мнение ну просто мой ответ он перетекает вам кажется это актуально на мой взгляд песни моего отца они актуальны как сейчас так и 10-20 лет назад так они будут актуальны через 30 лет, потому что это философия это смысл жизни ну, каждый раскрывает его сам по себе мне кажется, это для себя мне кажется, тогда было когда ваш отец был на пике популярности было очень сложное переломное время для нашей страны а сейчас оно никак не взаимосвязано? ну вы не смотрите на эмоциональное старое я спрашиваю не-не, я отвечаю актуально вы посмотрите на смысл текста каждый прочитав или прослушав этот текст он найдет какие-то ответы для себя что 30 лет назад повторю что сейчас Игорь Иванович знаете, у вас есть выяснил, почему актуальны чем актуальны на сегодня премия Крыл Новым? ну, почему актуальны но я уже, кстати, здесь вот за стеной по этому поводу сказал довольно странный вопрос знаете ли вы задаете потому что почему актуальна музыка Моцарта?